здравствуйте друзья у меня сегодня был такой большой можно сказать съемочный день сначала приехала ирина из портленда из орегона если вы сделаете поиск на канале на слово орегон то вы прям по-русски то вы увидите там сюжетика на 3 у нас было или 4 которые мы снимали ровно год назад ирина работает социальным работником чем она много чего знает давно уже в америке практически вот как я там и вот у нас не вышел этот разговор так на часок на часок мы с ней записали и я знал заранее что это будет как бы планируем потом у нас в 6 часов и это там с копеечкой ближе к вечеру у нас пришел хвостович и так идея была в том что и даже сразу трое будет значит хвостович потом у нас но вы знаете добро и позитив так сказать в одном лице и и третий блогер я не уверен что вы его знаете но у него вообще уже почти 100 тысяч подписчиков и он месяцев 8 этим занимается всего вот его зовут роман степанов по фамилии степанов и по имени роман значит у романа я пошел посмотреть на его канал предварительно и там у него есть сюжет как американский сержант значит разбирает сухой паек российской армии начали его смотрят этот паек значит роман там комментирует переводит что там пара миллионов просмотров у него на этом видео так интересно сам по себе роман очень нетривиален вот его канал этот я хочу сказать что парень живет с 15 лет в сша тоже почти четверть века и он программист игры пишет здесь у нас кремниевой долине живет и вот 8 месяцев назад он стал делать этот канал и у него уже под 100 тысяч подписчиков и в общем приличный трафик на каждом видео я все пытался нет да пытаться так сказать докопаться как это вот он что у него там есть может быть там какой-нибудь веб-сайт есть с большим трафиком и к нему люди идут или как это вот про получается он а он так удивляет он как так вроде не знает но вот раз написал там два написал там три написал и пошло у него всего 80 там не знаю с копеечкой видео не у него нет 90 у него 80 там не на 3 4 5 и вот с этими восьмидесяти тремя четырьмя видео у него значит там больше 1000 подписчиков на видео это у меня если было там по 1000 подписчиков на видео то у меня было бы их сейчас 5 миллионов вот а вместо этого всего 100 тысяч его смотреть как люди умеют и чем-то значит вот он так вот да и сели мы втроем и идея была такая чтобы значит написать одно видео порезать его на три части раздать каждому по части с тем чтобы значит люди которые хочется досмотреть до конца значит они бы пошли с одного на второе на третье узнали бы что вообще есть какие-то еще люди другие но я не думаю что у нас кто-то не знает хвостович и я не думаю что у хвостовича кто-то не знает меня мы мы на самом деле тут давно на пятачке там и тогда значит да добро и позитив в лице блогеры ночи симонова к нам не пришли потому что уехали в лас-вегас так как то вот ну ну человек как бы гостит поэтому у него напряженное расписание вот поэтому мы втроем так что называется сообразили на троих думали на какую тему так на троих поговорить чтобы потом на три части разрезать и поговорили мы о понтах вот значит была задана тема понты в ссср в современной так сказать постсоветской реальности и в соединенных штатах поскольку у нас роман значит тут с детства в америке то он был ответственным за современную американскую реальность вот я как по возрасту значит за советский союз отвечал а хвостович уже можно сказать за современную молодежь который он в общем то можно сказать и принадлежит так что я не знаю было ли там сильно для вас весело прикольно но посмотрите а что можно сказать вот выйдет и посмотрите во всяком случае я был рад что познакомился с романом мы с ним не были знакомы я не знаю откуда восточ всех знает тоже вот интересно да вот я не знаю симонова я не знаю романа я не знаю там еще массу народу а он как-то вот так вот вот молодежь то шустрые все такие вот да ну что еще сказать конкурс у нас идет и я очень внимательно но не конкурс идет а как бы конкурс на конкурс то есть предложение по конкурсу и я хочу сказать что каким-то странным образом а может не странным но для меня как-то неожиданно как-то инициатива масс проявляется в том какой приз должен быть на какую сумму там вдруг оказалось что наш онлайновый курс популярен друзья а в чем речь можем сделать такое значит но все-таки вам я хотел идею насчет конкурса потому что но как там приз какой-то соорудить это не вопрос что там берутся деньги и делаются призы вот а тем более если там онлайновый курс так и денег не надо господи вот книжки мы не пересылаем там кружки тоже не пересылаем мы устали почтой заниматься невозможно вот но я бы хотел видеть на самом деле предложение о о том как именно значит надо участвовать в конкурсе что это за конкурс там есть одна идейка близкая мне я не буду пока значит говорить об этом потому что я хочу все таки какой то выбор иметь тоже и чтобы какие то предложения были такие чтобы люди могли как то самовыразиться и другим бы фан какой то был и польза может какая то была мы все таки полезный канал тоже хотя иногда может там дурачимся немножко но в общем в общем то мы мы позиционируем себя как полезный вот так что друзья я я жду там еще недельку я подожду предложений и тогда уже как то мы определимся и понесется наш конкурс вот такие наши значит новости соображения что еще сказать мы были на каникулах неделю и сейчас как то так входим в рабочий режим у нас новая сотрудница Лена которая заменит уезжающую в Орегон как раз нашу Анастасию вот она сейчас у нас тренинг проходит вообще у нас я хочу сказать очень приятная обстановка в офисе в коллективе София показывает чудеса там героизма в устройстве студентов на практике на работе в общем хорошо все я даже не знаю что сказать мы вроде и отдохнули нормально и может быть главное содержание моих таких размышлений так вот мой вектор такой я все-таки пытаюсь понять как двигаться нашему каналу то есть конечно у нас есть традиционные традиционные вещи которые мы делали и мы будем делать там мы будем показывать опенхаузы да там домики почему нет мы с удовольствием мы сами с удовольствием ходим вот и комментировать там и так далее у нас будет еще один строительный проект который света будет вести это будет не сейчас а вот что-нибудь так ну не через год месяцев через 9 вот когда сезон дождей пройдет может быть так апрель май вот света будет вести этот проект и она же будет снимать и она же будет рассказывать ну или может быть я и помогу снимать но в основном она будет рассказывать это у нее такое там дичь так что стройки мы будем показывать благоустройство всякое вот интервью с людьми интересными конечно вот то есть это все было и это все будет девушек красивых буду показывать у нас студентки такие симпатичные есть вот истории успехов там если бы я бы и не успехов показывал но как-то вот народ с не успехами не очень не очень рвется в бой так чтобы их показывать значит что еще но на самом деле если вот будут предложения какие-то не в смысле узкого интереса какого-то одного человека а в смысле такого чтобы вот как бы всем было интересно я сейчас переживаю тему внутри себя тему такого философского мотивационного там я не знаю все таки наш канал он он возник как иммиграционный в общем то то есть тема иммиграции это очень важная для нас тема а и помощь новичкам и так далее но тут понимаете мы фактически ведь уже все рассказали я даже не знаю что такое есть вообще чтоб мы об этом не поговорили уже несколько раз и адвокаты и люди с историями там еще что то ну конечно если кому-то лень там допустим поиск сделать туда но вообще то уже все есть очень часто люди вопросы пишут а вот расскажите об этом я просто ссылочку там где-нибудь бросаю потому что ну я знаю что есть а иногда я не знаю делаю поиск выясняется что два раза уже говорили там а то и три вот поэтому у меня в сознании иммиграционная тема немножко так блекнет особенно вот в этой ее части там python или ruby или там что там java или там скажите а вот у меня такая профессия смогу ли я найти работу ну и вот вот вокруг этого все уже так много всего было что я даже не знаю что сказать то есть при всем при том что наша наша приверженность иммиграционной теме остается неизменной наше желание повторять одни и те же видео а просто потому что кто-то спросил там не посмотрев и так далее значит у меня уже просто реально нет сил и я думаю что и другим людям смотреть тоже не интересно поэтому так уж я очень признателен тем кто смотрит все подряд наши видео то есть есть такие патриотически настроенные значит зрители смотрят все подряд но в общем то я как бы понимаю что какая-то ценность должна быть такая универсальная тоже чтобы там всем было полезно так что конечно если там студенток на пляже показывать в купальничках бикини там еще народ подойдет но это не наша основная аудитория так что в общем если будут какие-то мысли то я как бы в поиске каких-то направлений не конкретно сделайте вот такое видео хотя тоже неплохо если какое-то видео тоже неплохо но может быть тематика какая-то новая вот ну и безусловно у нас остается приверженность теме люди на переломе судьбы истории успеха факторы как бы успешного такого поведения как быть успешным как не быть там в депрессухе как преодолевать трудности по жизни потому что они они есть и я даже не знаю есть ли такие люди которые там не преодолевали какие-то трудности и очень важно бывает чтобы кто-то там рядом был подсказал поэтому мы сами растем мы со светой постоянно обсуждаем какие-то темы которые у нас на видео и я хочу сказать что нам тут все время говорят что вот мы там уже как ребят постарше вот мы там делимся жизненным опытом и так далее мы приобретаем колоссальный опыт вот занимаясь вот этим всем потому что мы начинаем думать о чем-то мы начинаем вникать мы начинаем сопереживать и тут вот некоторые говорят что Михаил он такой уравновешенный вот он когда там все это читает отвечает он там не не приходит там в какое-то состояние там сильного возбуждения там или что-то ребятки мы очень эмоциональны мы может быть там не как-то не машем руками не плюемся в объектив но мы тоже люди живые и очень так переживаем и сопереживаем и сочувствуем и так далее поэтому вот вот эта тема как бы человеческих судеб отношений Светлана у меня так особенно сейчас вот как-то углубляется в тему ну условно это можно назвать там управлением событиями жизни но просто как бы как находиться вот в правильном состоянии потому что когда ты в правильном состоянии ты воспринимаешь по-другому и действуешь по-другому и другие люди от тебя как бы переходят в какое-то более светлое состояние и так далее вот как с этим быть и здоровье от этого же или нездоровье так что вот это эта тематика тоже нас сейчас очень обоих занимает и я надеюсь вам тоже интересно будет в общем ждем ждем сигналов со стороны счастливо до сих пор 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 даже пока